опиши тремя словами дороге черногори утра встают раки его обязательно но для местных это закон не писать это закон неписанный да дороги страшные такие серпантин а просто кошмар знаешь очень с давних времен да здесь есть такое как бы не писаные правила на нем дело крабов ездила ловить если соблюдать все правила и все скоростные ограничения то черногория достаточно безопасное по вождению страна что приехал ко мне стефан на шикарной вишневой красавицы мустанг стефан у нас представитель рентакара сетинго у нас старые хорошие друзья но и первый вопрос к тебе нестандартный где взял такую машину она у нас единственная в черногории да в черногории он единственный 5 литров бензиновый двигатель кабриолет красавец а где на нем можно путешествовать только по побережью или как вообще желательно конечно только по побережью в горы на нем не поедешь машина очень низкая берут в основном ну так или на свадьбы или пофотографироваться в общем то потому что очень красивый автомобиль вы не догадываетесь но стефан черногорец слушай скажи мне пожалуйста а вот я знаю что черногорцы очень любят крутые марки брендовой одежды есть у них такой вот пафос в этом есть если бы ты был туристом в черногории а не черногорцем какую бы ты машину арендовал несмотря на количество денег вот сколько-то в кармане чтобы ты выбрал из вашего люблю джипы какие-то то что примет она такие ну любой можно тусон можно там в ранглера насколько это в сутки ну примерно если на несколько дней брать ты про вранглера да вот в ранглер охеренная машина ранглер может да и по морю и по горам море еще не каталась за что на нем сделала крабов ездила ловить у вас такой еще не сделали ну возможно да а сколько сутки за вранглера сушеного на один день он порядка 300 евро да если на один день вот это мне были крабы дорогие да жара у нас включилась пора и водички под пара уже давно и кофейку по-черногорске до степана о тенечек черногории все пьют белое вино разбавленная минерал очкой газировка так охлаждает но при этом не убивая тебя в хлам как вино просто а ты что любишь я дочь а почему-то не пришел к золь в чем причина я всегда за рулем а из-за этого да здесь в общем-то за рулем нельзя а почему стать раньше раньше можно было 0 303 промилле но убрали да вот это убрали когда они убрали год назад я всем туристам говорю можно пить за рулем ты знаешь здесь и на самом деле как бы это печально не звучало с утра встают раки обязательно для местных это закон не писал это закон не писаный до без разницы за рулем ты не за рулем с утра обязательно чашечку раки стопочку а ты туристом какой дуешь рекомендацию честно я всем говорю ну лучше не пить да потому что случае любого дтп даже есть человек и не виноват но у него как бы обнаруживают да алкоголь в крови могут признать виновным из-за в общем-то плохой реакции на дороге если соблюдать все правила и все скоростные ограничения то черногория достаточно безопасное по вождению страна хотя конечно если не встречать черного да если местных на дороге не встречать стефану раз подошел к этой теме так местные водители не всегда соблюдают правила движения как с этим совладать как свою психику не нарушить свой прекрасный отдых и что ты думаешь вообще по этому поводу ну начнем с того что в каждой стране да есть свои местные которые не соблюдают правила да у нас здесь тоже много таких реально много потому что дороги запоминаются все время по одной и той же дороге ездишь страна маленькая и после этого кажется что как бы вот я дорогу знаю могу и побыстрее туда и сюда в основном нарушают по скоростному режиму а почему они посредине любят ездить вот у тебя линия прочерченной ровно посредине знаешь очень с давних времен да здесь есть такое как бы неписанное правило что у кого поворот как бы получается с левой стороны он держится ближе к полосе с противоположной стороны держится ближе к краю дороги ну как бы это очень давние такой неписанное правило ну вот да это очень очень давние да тот же как бы момент с поворотниками да потому что беда полная здесь недавно только две полосы начались там ну ты наверное знаешь здесь раньше была одна полоса в одну сторону вторая в другую и все и поэтому поворотники здесь не очень популярны были топ-3 для тебя самых потрясающих дороге черногорию конечно начнем с которского серпантина это всем давно известная дорога и на самом деле в сезон ну лучше лучше туда не ехать и сложно это делать потому что там очень много сейчас автобусов ездит рано утром или там после 3-4 там никого нет но прямо рано-рано утром надо ехать вторая дорога давай на северный регион посмотрим северный регион я люблю дорогу в сторону монастыря острых очень красивая дорога это да да все верно красивая дорога и красивое само по себе место несет какую-то такую духовную составляющую вот и если смотреть совсем севернее то конечно ты знаешь реку тару по реке таро каньон реки таро мне кажется она скучная нудная опасная очень красивая это возможно построить с тобой точно мы местные любим много ездить этого ну а как же перевал седло и все остальное в твой топ не входит наверно будешь смеяться на этом не этическую тему но не ведется поговорю с ним о детях стефан ты папа троих детей куда ты ездишь на выходные с детьми вот расскажи нам какие-нибудь парочку локации интересных и чтоб туристам было интересно детьми вот семейный отдых какой ух подожди никуда не да есть нужно север на север в дедушке с бабушкой потом на калаш и на лыжи зимой летом там работа такой нерамонтишный из-за парка не знаю что нибудь веревать за парка жена да 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 есть поехали поехали подавать топ-3 место для семейного отдыха с детьми куда вот лично ты ездишь с ней но пляжа не будем упоминать конечно мы всегда ездим туда вот в ловчине есть очень хороший парк активный веревочный парк да ты наверно знаешь его а со скольки летом детям можно полазить суши ну мы были даже в четыре года нас пускали да то есть дается полная экипировка там тренер идет за ними следит за ними знаешь что я взрослая тетя уже но мне страшно там а дети не страшно моя жена попробовала очень сильно ударилась об дерево могу сказать да там же есть такие в общем-то веревки где просто катишься по ним и в конце надо как бы ногами об дерево остановиться ну и вот в этот момент мы так сильно стукнулись а дети как не получали не слушай дети вообще не у них нет чувства страха у детей ну во первых нет чувства страха вторых они такие ловкие у них и трассы попроще наверно хорошо это первое место у нас кстати несколько веревочных парков стране не только ловчат есть на ариен над герцогнове в подгорице есть в калашине маленький ну и так дальше второе место на выбросе животные вот да значит в подгорице есть там даже не зоопарка приют для животных да и пускаю туда с детьми вот там можно там прямо среди животных ходишь как контактный за контактный зоопарк да это классно а насколько я помню дорогое очень и можно взять покормить животных с детьми весело им точно понравится третье мы любим на север поехать где дедушки и бабушки дедушки и бабушки на дачу нет дедушки и бабушки если нет дедушки и бабушки в любом случае на север можно поехать а давай подскажем людям какие-нибудь три секретных пляжа вот что здесь такое любимое куда ты ездишь женой с друзьями знаешь очень многие хотя очень странно очень многие не знаю дробный песок пляж называется да это в сторону петровцы из гудвы если я тоже там никогда никогда не было до видеть видела на нет на очень красивый пляж заезд там конечно тяжелый из-за того что он наверное не популярен все еще тяжелый но пляж очень красивый 2 какой 2 это вот плотче мой любимый конечно пляж номер два здесь все организовано на высшем уровне для детей для взрослых есть и бассейн и море бассейн стать соленой водой давай скажем большой плюс тут бесплатный паркинг все это класс 3 такой самый можно сказать нестандартный который очень мало знает точнее народу пляж это компесла он находится в сторону лушкицы очень красивый пляж это вообще пляж сделаны для кэмп домиков этих но пускают туда и на обычных автомобилях но важно сказать это не совсем пляж и там такой наскальная как это да я даже не знаю как правильно сказать но то есть наскальный пляж наскальный пляж там все в камне там неорганизованный пляж там нету лежаков ничего такого вот он как бы дикий но очень красивый ну и раз мы стоим у красотки давай поговорим о моделях машин я знаю что у вас автопарк огромные от стандартных toyota yaris самых нера недорогих и до шикарного джипа мы тоже у вас брали что сдается сейчас лучше какой запрос у туристов скажем так есть смотреть по этому году то сезон сейчас даже лучше сдаются джипы разные то есть просят полноприводные и обычные в общем-то кроссоверы я так понимаю все ездят на север но ты мне по секрету тут сказал что это израильтяне восьмом а вот если говорить про наших русскоговорящих ну назовем их ex-ссср что они берут очень разные широкие зависит от их вот недавно брали мустанга на две недели тоже русские потом toyota yaris очень много берут hyundai lantra и ну джипы понятно мы сами их любители а вот кабриолеты я конечно небольшой любитель но туристы абсолютно все мечтают здесь кабриоле один день два чисто пофотка цели они прям весь отпуск проводятся по разному тоже то есть бывает у нас берут на 14 дней бывают там на 10 на один-два дня но сам сезон мы конечно заранее 12 дня не берем бронирование потому что это очень как бы закрывает машину до закрывает машину на весь месяц а что было степо но если не секрет самого наверное неприятного вашей истории работы за сколько лет рентакару сколько лет если считать сам сит-н-го кстати название придумал я прогон туда тебе за это деньги заплатили хотелось бы андрей должок сит-н-го или силы поехал да так название пришло хорошее думаю ну все пора открываться мы открыли его получается 2012 году двенадцатом до 23 и плохие курьезные забавные очень частые такие случаи прям но иногда бывает такое что работники заправки перепутают иногда бывает такое что сами клиенты перепутают вместо бензина дизель залить или вместо дизеля бензин и они встают и не могут да все но как бы эта машина проезжает буквально 5-10 километров пока еще в системе идет нормальное топливо и после этого все а что не делаю ничего останавливаться нам звонят горит дай другую машину нет какая-то проблема с машиной нужно посмотреть что делаем но человек даже не понимает что что случилось потом когда выясняется что было залито нужно промывать системы а кто это очень часто есть нас автосервисов то есть да конечно мы отвозим машину даем на замену вот промывается все и возвращаем его наказала этого туриста ничего не давала в замену и деньги бы забрала как-то лояльный клиентом мы как-то до пытаемся прямо чтобы у нас сервис хорошим все таки а бывало такое что первых девушка молодая не сильно опытная берет у вас красивый кабриолет на через эту картину и через полдня возвращает горит не хочу я не делю аренды все все верните деньги дороги страшные такие серпантин а просто кошмар бывалый такой нам звонили то есть девушка взяла кабриолет да да сплэндиде в бетчичи они по моему час или полтора покатались после чего нам позвонили сказать заберите пожалуйста машину из плэнди да мы не можем по этим дорогам здесь я тоже не могу ни разу за рулем не сидел и не хочу примеру я приезжаю и не знаешь что же мне надо для аренды авто расскажи какие условия слои очень простые мы свели все прям к минимуму чтобы турист не переживал ни за что то есть депозит у нас никакого нет карточки мы не блокируем нужно просто или зайти на сайт или наш инстаграм можете напрямую писать вотсап вайбер то есть никаких проблем нет тут же отвечаем и забронировав автомобиль а паспорт подожди паспорт на месте паспорт права уже на месте предоставляются при оформлении договора договор вы не забираете паспорт нет не забираем как ты вот отдаешь машину без депозита если риска что я своруют примеру вряд ли не получится на некоторых автомобилях стоят на некоторых нет но в любом случае черногория очень маленькая страна своровать автомобиль очень сложно тогда другие рентакары берут огромные депозиты в чем прикол это скорее все недоверие клиентам я так это называю потому что ну опять же мы предоставляем автомобиль берем за эту оплату и составляем договор уже на месте при возврате автомобиль осматривается но если все в порядке то человек а вот таких возраст я знаю что есть ограничения по возрасту и путу вождения да сейчас законом регулируется возраст и опыт вождения автомобилиста два года это опыт вождения 21 год минимальный как бы возраст стефа ну хорошо давай еще тебе такой вопрос не самый наверное приятный для путешественников но нужно все-таки знать информацию вот случайно попадает в дтп турист неважно в серьезное несерьезно где-то поцарапал заехал в кювет вон стол что ему делать первым делом то есть если вы на арендованной машине звоните прокатчику обязательно а если вы не берете телефон к примеру или вы сразу такого не бывает мы в основном и днем и вечером даже иногда ночью до отвечаем на телефоны вот в основном это первым делом если добросовестный прокатчик он всегда возьмет как бы телефон и поможет разобраться в ситуации если незначительное дтп то оформляется европротокол на месте а полицейских кто вызывает сам турист или вы помогаете вызвать если серьезная какая-то ситуация ну обычно всегда мы вызываем полицейских обычно за границей вот он в боснии в албанье где-то в сербии чтобы делать там дтп то же самое все то же самое есть green card это такая же страховка как и внутри страны обычная сага так и green card она за границей работает как здесь а а вот смотри если машина дальше не может уже ехать вот настолько она разбилась вы как-то спасать этого человека пригонять ему другую машину или что делать знаешь зависит опять же какая страна да если ты где-то далеко там совсем то мы обычно организуем эвакуацию и человек с эвакуатором едет обратно сюда уже да а такое было у вас но был один раз да был один раз и мы вызвали у quarter человек с эвакуатором приехал и мы здесь уже предоставляем другой автомобиль понятно то есть он не остается у разбитого корыта он может продолжать путешествие в принципе да да ставь он услышал на какой вопрос к тебе помню такой с подковырочкой опиши тремя словами дороге черногори так вот быстро что первое пришло на ум первое приходит на ум это серпантин конечно ну да это всегда серпантин здесь второе это хороший асфальт на самом деле есть и сравнивать там или войска не допустим это вообще ужас 8 там и кочки и ямы все такое вообще нет а третье слово давай живописно конечно панорам очень много природы хотя это забывается когда вот здесь живешь долго и не путешествуешь и не путешествуешь а только работаешь и помогаешь туристам арендовать машина арендовать машина ну что спасибо тебе за разговор спасибо вам было приятно да я надеюсь вам было полезно обязательно арендуйте машины все тенго и обращайтесь к саше за маршрутами да надежно безопасно и очень интересно всем пока